Что думают друзья Андрея Кнышева о празднике 1 апреля? Что это за праздник такой вообще 1 апреля? Я не знаю его происхождения, но для меня это по-моему вообще единственный шанс для журналиста или для публициста сказать правду. Все подумают, что это вранье, а нам ничего за это не будет. 1 апреля, ну это наверное веселый праздник. Это сложный праздник, потому что приходится быть разнообразным и искать какие-то новые формы. Может быть улыбаться? Господа улыбайтесь. Улыбайтесь, самые большие глупости на земле были сделаны с серьезными лицами. Так что улыбайтесь. С 1 апреля. Да, с 1 апреля. Вот зал, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем наше мероприятие, я бы сказал, я бы сказал даже акцию, посвященную 1 апреля, Дню дурака. Дорогие мои друзья, нашего с вами давнего, любимого, всенародного, я бы даже сказал, для нашей страны профессионального праздника. Не обижайтесь, это к вам не имеет никакого отношения. Сегодня здесь с нами и у экранов телевидения, я надеюсь, мы надеемся все, собрались друзья, уцелевшие чудом творческая интеллигенция, голодное студенчество. Надеемся, садово-огородное крестьянство, солдаты и генералы телевизионного фронта, я видел несколько здесь. Около нас, надеемся, крестные отцы телевизионной мафии, шоу-бизнеса, с нами, наверное, чернорабочие театральных подмостков и, как сказал бы герой нашей сегодняшней передачи, борзые перья нашей журналистики. Спасибо. Эти лица часто встречаются за кулисами театральных подмостков, в телевизионных студиях. Эти лица работают друг с другом, вместе отдыхают, снимают друг друга, дарят друг другу призы, вручают друг другу премии. Эти лица награждают друг друга званиями. Эти лица женятся даже друг на друге, если позволяет им пол. Короче говоря, живут они дружной творческой жизнью. И, конечно же, сегодня весь вечер с нами российский брас-квинтет. Сегодня он выступает под псевдонимом медная группа фигурного дутья, Академия музыкальных художеств, Духового кружка «Умелые губы», ансамбль «Ветроду и Москвы». Не могу в день дурака не сказать о спонсоре. Генеральный спонсор нашего сегодняшнего мероприятия — фонд помощи малоизвестным знаменитостям. Информационная поддержка друг друга, радио и телевидение. И все сборы от сегодняшнего мероприятия пойдут в фонд инвалидов, сатиры и юмора. Сейчас поговорим немножко о герое. Это не именин, это не юбилей его. Герой — прекрасный человек. Я бы сказал, замечательный человек. Автор таких нашумевших афоризмов, ставших уже русскими народными шутками, как «Секс без девчины — признак дурачины». Продается автоответчик Калашникова. Дело Ленина боится. В гостях хорошо, а дома плохо. Это все этот автор, который сейчас перед вами будет. Итак, приветствуйте цветами и аплодисментами шампанским дедушка русского телеавангарда, юморист-исследователь, мыслитель-сатирик Андрей Кнышев. Бурные аплодисменты! Казахстан Казахстан КОНЕЦ Добрый вечер, дамы и господа. Вообще, в последнее время, лежа на диване, как-то коротая время и оглядываясь в прошлое, я стал чуть-чуть прислушиваться ко всевозможным сигналам, которые посылает из разных частей мне мой организм. И, в частности, ко всевозможным покалываниям, каким-то урчанием, нервным тиком, метеоризмом, позывом и так далее. И среди этих ощущений как-то стал невольно фиксироваться на всевозможных приятностях нашего подлунного существования, каких-то наслаждениях, позитивных эмоциях. И это не случайно, ведь медики, невропатологи советуют больше фокусироваться на положительном, меньше на отрицательном, тем самым как бы положительно длить во времени. Это натолкнуло вообще меня на мысль глубже исследовать эту тему и как-то классифицировать, что ли, систематизировать то, что мы называем удовольствиями. Вот об этом и пойдет речь. На несколько лет пришлось отложить дела и поглубже погрузиться в пучину человеческого организма и заглянуть в потемки его души. Надо сказать, что работа велась действительно долго, обстоятельно. Сегодня мне поможет в этом Павел. Он 37-го года рождения. Артикул 1107. Название «Друг народа». По нему учились очень несколько поколений наших людей. Так вот, ставились опыты, были даже жертвы, я скажу о них позже. Но в основном выявлено, что удовольствия разделяются на три группы. Первая группа – это, так скажем, физиологические удовольствия, связанные с отправлением всяких базовых потребностей человеческого организма на все четыре стороны. Воспринимаются они в поджелудочной, пупочной, подмышечной, пяточной и других зонах, в лебедоносно-срамной, в глазных яблоках, ушных раковинах и так далее. Я надеюсь, что я понятно излагаю. Вторая группа – это уже более глубокие состояния, также связанные с функциями организма. Но они уже не воспринимаются так впрямую. В основном воспринимаются корой головного мозга. К ним относятся, например, истома, предвкушение, дрема, внутреннее облегчение и так далее. И они воздействуют на всевозможные мембраны и фибры. То есть энергия удовольствия входит и ублажает человеческого субъекта, так сказать, во все чакры, поры и дыры. Третья группа удовольствия уже ментального и духовного плана, не всегда даже осознанно воспринимаемый организмом и описанной, как правило, не в научной, а в художественной литературе. Это такие, как спортивный азарт, удовлетворение любопытства, радость творчества, сладость риска, наслаждение местью и так далее. Обиталищем уже этих удовольствий являются тонкие невидимые биополя вокруг Тулова и всевозможные точки акупунктуры в области второго дыхания, третьего глаза, четвертого позвонка и шестого чувства пятой точки. То есть, как видим, весь венозно-нервический органон был досконально препарирован и изучен, как говорится, от ушей до кончика хвоста. Итак, представляю вам перечень удовольствий организма, расположенных строго по рейтингу в порядке убывания по результатам опроса 11 028 респондентов. На первом месте лидируется значительным отрывом от других видов удовольствий. Что бы вы думали? Удовольствие от длительного созерцания себя в зеркале. В скобках, в хорошем настроении. На втором месте с небольшим отрывом от первого, но по-прежнему с большим отрывом от остальных, тоже при беглом или поверхностном осмотре. Третье место занимает уже избавление от зубной боли. И четвертое удовольствие при получении большой суммы денег. На пятом месте чеховское высшее наслаждение творчеством. Шестое место занимают дети при беглом или поверхностном их осмотре. Восьмое место утоление средней или повышенной жажды прохладным газированным напитком. На девятом утоление крайней жажды, но теплой либо мутной водой или сопутствующей им видами жидкостей. На десятом месте следует оргазм. На двенадцатом вдыхание густого сигаретного дыма для курящих. На тринадцатом удовольствие от сознания приближения момента интимной близости для мужчин. А следом идет удовольствие от оттягивания момента интимной близости для женщин. Пятнадцатое место занимает облегчение мочевого пузыря. Но сразу следом буквально идет просто ноздря в ноздрю радость научного открытия. Однако ни один из опрошенных не был способен радоваться научному открытию, совершенному им при оттягощенном мочевом пузыре. Семнадцатое место занимает удовольствие после долго сдерживавшейся дефекации, в скобках опорожнений, кишечника. И восемнадцатое, очень интересный пункт, мгновенный восторг, такой очень короткий мгновенный восторг в заключительной фазе чихания. В скобках часто с потерей ориентации в пространстве. Далее идут таких две группы удовольствия. Сладостное томление в ожидании первого свидания с любимой. И следом нетерпеливое томление в ожидании последнего свидания с нелюбимой. На 22 месте облегчение при уходе неприятного или незваного гостя. И на 23 облегчение при удалении человека с необработанными дезодорантом под мышками. С 27 по 31 место занимают кайф для лиц моложе 24 лет. 28 расслабуха, оттяг от 24 до 64 лет. Далее благодать для лиц старше 64 лет. И нирвана для лиц старше 94 лет. И буквально следом следует глубокое алкогольное опьянение для лиц любого возраста. Но я рад, что это лишь занимает действительно 31 место. Это могло бы быть симптоматичным, если бы это было выше. Но так указали респонденты. 32 место нюханье цветов в порядке убывания. Роз, ночных фиалок, сиреней, махровых левкоев, гвоздики шабо, черемах и чертополох, репейника или их пластиковых имитаций, обработанных дезодорантом. 33 место удовольствия при покупке новой вещи. В порядке вещей и в порядке убывания денег. Острова, недвижимости, яхты, спортивного самолета, автомобиля, члена парламента, предметы одежды, мебели, подарка, девочки по вызову или ее пластиковой имитации, пачки сигарет, лакомства, лекарства, протезы. 36 место очень такое своеобразное удовольствие при созерцании обнаженного женского тела, в скобках, для мужчин. По категориям А. эстетическое, Б. эротическое, В. хозяйско-собственническое, Г. бесцельно праздное, Д. с целью утоления информационного голода. Очень своеобразный пункт. Удовольствие при получении сообщения о несчастье или беде другого человека с мгновенной радостной мыслью. Слава Богу, не я, не мне, а также вот и хорошо, и так ему и надо. 39-й пункт. Гордость при взирании на необъятные просторы Родины или их пластиковую имитацию. С большой высоты или при их беглом или поверхностном осмотре. В порядке убывания высоты и гордости. С борта самолета, вершины горного пика, холма, крыши высотки, балкона, сарая, стремянки. В стремительном проходе по улице, неспешной прогулке, сидя на скамейке, полулежа из полуокопа или из придорожной канавы в положении в лёжку. Следует особенно отметить, что ряд опрошенных лиц особенно отметили удовольствие от наблюдения необозримых просторов Родины из иллюминатора самолёта, движущегося в противоположном от них направлении. 40-й пункт. Радость при обнаружении у себя дома среди хлама ненужной вещи или идиотского сувенира, освобождающего вас от тягостной необходимости идти и покупать кому-то новый подарок. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Очень любят фрукты на все. Почему? Проголодались? Как волки, мам. Дэйль Ми. Мальчики проголодались, как волки. Волки? Не проблем. Накормим хоть слона. Начнём. Вот, видишь, быстро и вкусно. Класс! Вот и мы. Всем привет. Привет, пап. Мам, а как насчёт больших галлонов волков? Вам всегда поможет Дэйль Ми. И доступен всем. Слышь, у меня там стучит что-то. Похоже, пальцы. Пальцы. Может, чайку? Печенье. Лучше. Твикс. Две палочки хрустящего печенья, густая карамель и молочный шоколад. Готово. Запускай. Стучат пальцы-то. Это зубы. Сделай паузу. Скушай Твикс. Вот и я думаю, при чём здесь пальцы? Твикс. Теперь дешевле и в новой упаковке. Сладкое потягивание затекших членов на 42-м месте. Я не буду уже указывать, в каком порядке. Приём горячей пенной ванны в состоянии усталости. И на следующем месте приём холодного душа по возвращении из изнурительного пекла. Далее подряд с небольшим отрывом друг от друга следует поглаживание кошки. Потрёпывание собаки. Потрёпывание по телефону. Пощипывание птицы. Куры, утки, канарейки, стервятника, пингвина. Всё это, конечно, в свежевымытом и гигиеничном состоянии. На 51-м месте пощипывание ягодиц. В скобках официантки, гостиничной, горничной, проститутки, секретарши, а также женщины-депутаты Госдумы или кандидатов-президенты в порядке эксперимента. Удовлетворение при раздавливании таракана. В скобках на твёрдой ровной поверхности. 57-е тоже для клопа на мягких и соединительных тканях туловище. Приятное ощущение в момент зарождения чьей-либо жгучей зависти к вам. И лишь на 62-м радость от бескорыстно доставленной кому-либо радости. 63-е место садистское удовольствие при аккуратном и тщательном обрывании крылышек и лапок вредного насекомого. Жука, малярийного комара, микроба, мухи, слона в порядке обрывания для лиц моложе 12 лет. И садистское удовольствие для лиц старше 64 лет при обрывании ими ушей вредных лиц моложе 12 лет. 65-е место плевание или мочеиспускание с большой высоты. Далее следует восторг в состоянии свободного падения с большой высоты, например, при парашютном затяжном прыжке. Или в аттракционе Тарзан с возможным, кстати, одновременным мочеиспусканием. Роскошь общения для умных. Радость уединения для очень умных. Своеобразное удовольствие от справления большой или малой нужды в процессе разговора по радиотелефону с ничего не подозревающим об этом собеседником. И вплотную... Я извиняюсь, если я шокирую, если некоторые пункты вас шокируют, но, увы, так ответили респонденты. И такие, так сказать, сигналы, такие, так сказать, звоночки дал нам организм. Следом идет удовольствие от просмотра особенно лиричной сцены в плохой мелодраме с грязными циничными комментариями в компании близких интеллигентных друзей. Удовольствие от отдачи денег, взятых вами в долг, в скобках более пяти лет назад. С ним буквально соперничает удовольствие от получения денег, данных вами в долг, более десяти лет назад. На шестьдесят восьмом месте мучительно сладострасное наслаждение при устранении сильного зуда почесывания. И лишь на шестьдесят девятом месте, вплотную к предыдущему пункту, но я рад, что все-таки оно занимает достаточно высокое место в рейтинг-листе, это удовольствие от прослушивания музыки. Вы знаете, к вопросу о музыке. Здесь любопытно отметить, что несомненное удовольствие от прослушивания лучших образцов классической музыки, но в отвратительном техническом звучании, все же уступает сомнительному удовольствию при прослушивании дрянной эстрадной музыки, но в качественном цифровом воспроизведении. Вот так, например, несколько поврежденный протекторами КамАЗа и обработанный оконной замазкой пиленый патефонный Моцарт записи 1947 года доставил слушателям все же несколько меньше удовольствия, чем новый лазерный компакт-диск Алика Гомельского, «Сука, ягодка моя!» Напоминаю вам, что вы слушаете перечень удовольствия организма, расположенных строго по рейтингу в порядке убывания по опросу 11 028 респондентов. На 70-м месте такое своеобразное философское состояние – это медитативное удовольствие при ковырянии в носу. На 71-м месте удовольствие от возвращения тела в нормальное положение после длительного положения вверх ногами в порядке убывания при акробатических этюдах, пытках, сексуальных контактах, фотопозировании, а также попытках понять русскую действительность. На 72-м месте разрешение – родами для женщин, далее разрешение на развод для мужчин, 75-е – уютное зябкое поеживание при укутывании в плед, 76-е место – предвкушение предстоящей загранпоездки. С ним соперничает воспоминания о прошедшей загранпоездке. На 78-м месте глюки – наркотические, чефирные, мистика-суеверные, компьютерно-виртуальные, а также на почве собственного величия и гениальности. 79-е место – легкая щекотка до трех секунд, не больше. На 80-м месте удовольствие после снятия гипса, и удовольствие после снятия противогаза после нахождения в нем более восьми часов. Вообще, должен сказать, составились эксперименты на людях-добровольцах, но были жертвы среди собак, наблюдавших при этом за людьми, получавшими некоторые виды удовольствия. На 82-м месте – парение в невесомости. Не все испытывали это удовольствие, но я думаю, что многие предвкушали. 83-е – парение в бане. И вот любопытные два пункта – прослушивание грубой лести, и оно опережает на один пункт прослушивание тонкой лести. Обратите внимание, что прослушивание изысканных комплиментов, облеченных, однако, в слишком сложную для восприятия форму, уступает на один пункт грубым таким животным формам лести, типа поощрительного потрепывания щек и брылей, похлопывания по пузу или крупу, оттаскивание за уши, всклокачивание шерсти, щипков, заляшки и прочее. И так вот, например, безыскусные искренние восклицания, типа «ну ты вообще, и я от тебя балдею», и просто невнятное дружелюбное мычание значительно обошли комплементарные вербальные конструкции, типа «ой, счастлив тот блаженный сын Тирены, кто мог лапзать твои ланиты». Понимаете? И прочие кивоки с куртуазными книгсинами, полуприседами, с учением ножками, стрелянием глазками и так далее. На восемь шестом месте удовольствие от первого произнесения, от первого произнесения вслух нового слова, значение которого было абсолютно неясноговорящему еще за несколько минут до того. Восемь седьмое место, удовольствие от повторного произнесения, в слух нового слова, значение которого остается неизвестным как слушающим, так и говорящим. Чувство родительской гордости при упоминании имени вашего ребенка в лестном для вас контексте. На девяностом месте чувство вынужденной радости при упоминании имени вашего ребенка в лестном для него контексте. Двяносто первое место, чувство, согревающее чувство профессиональной и гражданской востребованности. Своеобразный пункт – это приятный легкий полуобморок. Это устаревшее такое состояние, практиковался дамами до середины девятнадцатого века, в наше время вытеснен и заменен передачей дела в прокуратуру. Двяносто шестое – это пикантное ощущение приятного смущения при рассказывании скабрезных историй и анекдотов с ненормативной лексикой в присутствии малознакомых симпатичных особ приятной наружности. В скобках для мужчин. Двяносто седьмое место – тоже для женщин в присутствии малознакомых детей. Двяносто восьмое место – тоже для детей в присутствии родителей. Иногда малознакомых. Двяносто девятое – тоже для смешанных компаний в присутствии телекамеры в прямом эфире. Сотое место – так сказать, экватор нашего повествования – это поднимающаяся непроизвольно волна душевного тепла при приближении к вам глупого, но очень доброго человека. И сто первое место – нарастающее чувство облегчения по мере удаления от вас доброго, но уж очень глупого человека. Сто второе место – приятная релаксация при свободном, звучном высвобождении кишечных газов в отсутствие свидетелей. Сто третье – долгожданное облегчение при переходе на правую руку после долгого вынужденного пользования левой. Для правшей, соответственно, в порядке убывания. Боксеров, метателей ядра, правых экстремистов, писателей, мастурбантов, прихлебателей, хирургов, аукционеров, операторов пусковых ракетных установок. Сто четвертое место – замирание сердца, это для женщин, замирание сердца, мление и томление при прослушивании звуков заинтересованного мужского голоса. В порядке нарастания мления. Вкратчивого елейного тенора, густого бархатного баритона, хриплого натреснутого баса или низкого утробного рыка с матерщиной и рукоприкладством. Вот очень интересный и тонкий пункт – мимолетная иллюзия полного счастья в момент исполнения самого заветного, давнего желания с мгновенным осознанием образования нового, еще более заветного. Сто шестое место – странная смесь годливого удовольствия и брезгливого любопытства при просмотре эпизода фильма со сценами насилия. В порядке возрастания, с выламыванием рук, разбрызгиванием мозгов, выпусканием кишок, разрезанием циркульной пилой, втыканием колющих предметов, сжиганием в печи, заливанием бетоном, утапливанием в фекалиях, закатыванием в асфальт, продолжить самостоятельно вместе со своими детьми. Приятное чувство собственного тотального интеллектуального превосходства возникающее при правильном отгадывании примитивного ответа на дурацкий вопрос идиотской телевикторины раньше, чем на него ответит игрок на экране. Сто восьмое место – это тоже может быть знакомое многим из вас – утоление голода сразу после ухода задержавшихся незваных гостей. Сто девятый. Сто девятый – такое тоже состояние. Внутреннее облегчение при отпадении необходимости провожать до дома пожилую спутницу или любимую. Приятное облегчение при расслаблении мимических мышц лица после долгой вынужденной улыбки или напряженной миной приветливой благожелательности. Ну, здесь вот уже какие-то более есть такие мужские состояния. Ощущение приятной тяжести при взвешивании в руке или примеривании на ее кисть в порядке возрастания. Кастета, кистеня, пистолеты, резиновые дубинки, городошные биты, альпинштока, монтировки, лома с одновременной мысленной оценкой возможности их использования на теле соперника или обидчика. В порядке убивания жены, тещи, начальника, подчиненного, нового русского, старого, нерусского, среднего обывателя, бывшего партапаратчика, национал-патриота, прозападника-демократа, американского туриста, вьетнамского студента, польского челнока, тульского бомжа, столичного банкира, панка, мента, зэка, паршивого интеллигента, намозолившей эстрадной звезды, собственного зеркального отражения, а также всех подряд, просто для забавы, или на благо отечества, безразлично. Сто тринадцатый. Лестное чувство при знакомстве с известным или знаменитым человеком, с временным ощущением подъема и приравнивания своей значимости к его и одновременно падения его значимости до вашей. Сладостное изнеможение, накопившееся у читателя или слушателя К моменту прочтения этой части текста Откройте для себя нить Очистят пятна, с которыми другие не справятся У женщин свои секреты Калевая, все, что нужно для лучшего вкуса Если вы думаете, что ваши волосы окончательно утратили свое здоровье и силу Но вы ошибаетесь Уже через 14 дней применения новой системы ухода за волосами Pantin Pro-V Вы почувствуете и заметите разницу Гамма-продуктов Pantin Pro-V, ее уникальная формула Укрепляет волосы по всей длине А провитамин В5 проникает в волосы, укрепляя их от корней до самых кончиков Уже через 14 дней ваши волосы приобретут блеск и здоровый вид Это, конечно, произойдет не через один день, а через 14 Pantin Pro-V, чем дольше вы им пользуетесь, тем более здоровыми и сильными выглядят ваши волосы Pantin Pro-V, блеск и сила здоровых волос Пантин Pro-V, блеск и сила здоровых волосы Дамы и господа, продолжаем наш научно-методический клубничник Часть 2. Медико-статистический нежданчик 121 место. Эйфорическая экзальтация при вдыхании веселящего газа 122 пункт очень своеобразный Торжествующее инфернальное упоение возмездия В момент прихлопывания насосавшегося вашей крови комара После сознательного предоставления ему этой возможности В течение пяти минут под вашим наблюдением 123 место. Играние мышцой на виду у любимой дамы Эмоциональный подъем от роста рейтинга, правильного карьерного движения и продвижения по службе Пафос отречения и самопожертвования 125 место. И 126 пункт Мазохистское удовольствие от мелкого членовредительства С целью продления отсрочки воинского призыва Но это лишь мелкое членовредительство 127 место. Удовольствие от проведения от руки на листе бумаги Прямой линии или рисования правильной окружности Особенно в состоянии алкогольного опьянения Или под наблюдением психиатра Такой философский взрослой сорт удовольствия Но он занял 128 место Это приятное чувство какого-то успокоения При мысли о легкости Возможного в крайнем случае самоубийства С моментальным избавлением от всего этого кошмара Под названием жизнь Вызывающая незамедлительный выброс адреналина Прилив сил и желание продолжать Пока весь этот кошмар дальше А там видно будет 129 место. Послеобеденная эстома 130. Удовольствие от падения навзничь на мягкое Иногда с большой высоты 131. Удовольствие от методичного исправления чужой повторяющейся грамматической ошибки Неправильного ударения или оговорки Особенно здесь следует выделить удовольствие от исправления ошибки старшего позвания Смена национальности, затрудняющей получение материальных благ и свободы передвижения Неподавляемое мстительно-хищное удовольствие от участия в групповой травле Ослабевшего Отбившегося члена стаи, своры, клана, общества, человечества Чувство при протирании между пальцами пригоршни родной земли кормилицы В скобках жирного чернозема Суглинка Суписи Щебня Мраморной крошки Горячего асфальта Сто тридцать семь Неконтролируемое интеллектом Глубоко подсознательное или, что чаще, тщательно скрываемое Приятное чувство при наблюдении взрыва И его разрушительных последствий В скобках с безопасного для наблюдателя расстояния В порядке бывания Водородные бомбы Статон-тринитротулуола Брикета-динамита Промышленного газгольдера Склада горючих смазочных материалов Я видел однажды, очень здорово Противотанковые гранаты При чихании крупного млекопитающего, находящегося рядом с вами Тоже такой эффект взрыва, знаете При разрыве брошенного в костер баллончика дезодоранта Банки сгущенки при варке ее в кипящей воде Яйца в микроволновой печи Брошенного с балкона презерватива, наполненного водой И в случае проведения всего вышеперечисленного С последующим легким постреливанием в ушах 138-ое удовольствие быть неузнанным при появлении Среди хорошо знакомых людей В гриме, инкогнито На маскараде, празднике, на работе А также дома по прошествии многих лет После попойки Или отбытия длительного срока заключения Когда грима, в общем-то, уже и не требуется 139-ое место Умиление трогательной беззащитностью И нежной хрупкостью Цветка, божьей твари, девушки, самодельной конструкции Есть такие уже более нежные, какие-то еле уловимые состояния Но они вошли в двухсотку этих удовольствий 140-ое место Непередаваемое, самозабвенное чувство Полета и какой-то полноты бытия При сбегании босиком С протяжным матерным воплем восторга С высокого холма Или ныряние с крутого незнакомого берега Неглиже или в сатиновых трусах 141-й пункт Он буквально примыкает к нему Это прослушивание эха Всевозможных видов Но в частности для лиц, наблюдавших предыдущий пункт 142-е место Это удовольствие от громкого, беззлобного выкрикивания Бранных слов и смачных выражений на родном языке В густой городской толпе в чужой незнакомой стране Для педантов я хочу сказать, что сбивка в нумерации Объясняется тем, что в список не вошли Просто многие удовольствия Их не в состоянии охватить даже этот полный труд Такие, например, как умощение тела благовониями Кормление с руки экзотического хищника Выход в открытый космос без скафандра и другие Но тем не менее 166-е место Это дразняще-щекочащее ощущение Риска и ненаказуемости При проделывании чего-либо запретного Или уголовно наказуемого В присутствии свидетелей В скобках так называемые шалости В порядке убывания Прокалывание автопокрышек Нанесение фривольных надписей аэрозольной краской Показывание со сцены глупостей Или их пластиковых имитаций Загрузка сахарного песка в бензобаке бронетехники Перед военным парадом Засыпка речного песка в гладкоствольные дальнобойные орудия Подготовленные к показательному залпу Украшение голубых кремлевских елей бытовым мусором Засыпка ядов в городские водозаборные сооружения Резервуары Помещение человеческих экскрементов В систему кондиционирования правительственного учреждения И многое другое Продолжить самостоятельно всей семьей 167-е место Гордое удовольствие От публичного прохода С высоко поднятой головой Удовольствие от питания, проезда Или пользования чем-либо Бесплатно Там и тогда Где и когда Всем остальным за это надо платить В скобках так называемая халява 170-е это сладость риска И азартное какое-то своеобразное возбуждение При занятиях сексом в общественном месте В порядке нарастания В театре, самолете, лифте Оркестровой яме В бассейне В почетном президиуме В клетке с хищником В мавзолее вождя В пшеничном поле В момент его уборки колонной комбайнов Или обработки яда химикатами И со 172-го по 178-е место Идет такая подгруппа Великолепное ощущение Солнечного утра субботы Как лучшего дня недели Я думаю, вам всем это станет как-то знакомо 173-е место Приподнятое настроение в пятницу От сознания приближения Субботы как лучшего дня недели 174-е место Это радость от наступления Четверга Как канона пятничного Приподнятого настроения По причине последующего субботнего состояния 175-е Сладостное томление Вечером в среду С предвкушением Наступления радостного состояния В четверг В связи с последующим наступлением Пятницы Как предтечи Субботнего лучшего дня Недели 176-е Нарастающее вторничное волнение Ввиду подкатывания К солнечному сплетению Ощущение прихода Среды Как провозвестника Четверговой приподнятости С ее разрешением В пятничной радостности Накануне субботнего ликования 177-е место Восторженная окрыленность Утром в понедельник Как бы аккумулирующая Положительную заряженность И позитивную напряженность Вторника Среды Четверга И пятницы Как глашатаев Неизбежного прихода И тотальной победы Субботы Как праздника души И, наконец, замыкает Какую-то нашу первую главу 178-й пункт Это Приятная Воскресная Опустошенность Сочетающая Ностальгическую Благостность При мысленном Воспроизведении Приятных переживаний Вчерашнего Субботнего апофеоза И тревожное сомнение В неизбежности Наступления Еще одного Завтрашнего понедельника АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вчерашний список Был предложен Еще пяти Субъектам Первому С аномальной Или перверсивной Психикой Второму В состоянии Экстаза Или аффекта Третьему В состоянии Крайнего Переутомления Четвертому В состоянии Хронического Алкогольного Опьянения И пятому В состоянии Комы Наступившей Вследствие Суммарного Воздействия Выше Перечисленных Факторов И в результате Этого Беспрецедентного Опроса Были впервые Выявлены Дополнительно Что бы вы думали Комбинированные Удовольствия По выборочному Опросу Пяти Респондентов Расположение Строго По рейтингу Но уже В порядке Возрастания Ну это например Удовольствие Голода И жажды Сидя В теплой Ванне Чтение Хорошей Книги Стоя Под прохладным Душем Созерцание Обнаженного Мужского Тела В лесу Хвойных Пород Облегчение Мочевого Пузыря В свежей Застеленной Постели Чтение Хорошей Книги В скобках Стихи С иллюстрациями В скобках Обнаженное Женское Или детское Тело Сидя В горячей Хвойной Ванне С одновременным Выходом Кишечных Газов Удовольствие От выполнения Давно Откладывавшегося Приятного Дела В лесу Лиственных Пород Удаление Незваного Гостя С необработанными Подмышками Из вашей квартиры Со скоростью Более 120 км в час Или в состоянии Свободного падения Прослушивание музыки Моцарта В пшеничном поле С целью продления От срочки Воинского призыва В процессе Сексуальной Разрядки С ослабевшим Отбившимся От стаи Индивидом При одновременном Чихании Эквивалентном Заключительной Фазе Взрыву Десяти тонн Тринитротулуола В качественном Цифровом Звучании Парение В бане В состоянии Невесомости В гриме Инкогнито С прослушиванием Грубой Лести От лица Сменившего Национальность Умиление Трогательной Беззащитностью Божьей твари Старше 82 лет При сжимании В руке Тяжелого Предмета Табельного Оружия Или Самодельной Конструкции С целью Ускорения Вступления В силу Договора О наследовании Квартиры Удовольствие От наблюдения Хорошо простреливаемых Просторов Чужой Родины Через Оптический Прицел Или Смотровую Щель Танка С последующими Долгими Приятными Воспоминаниями О загранпоездке И легким Постреливанием В ушах Выполнение Давно Откладывавшегося Плевания С большой высоты Или мочеиспускания Результатом Которого Служит Радостное Известие О беде Или несчастье Другого Человека В скобках Сирого Убогого Малого Или чьей Гордо Поднятой Головы Полуосознанное Чеховское Высшее Наслаждение Творчества При раздавливании Насекомых На мягких Тканях Обнаженного Женского Женского Аэрозоль В действие От помещения Аплодисменты После длительного Созерцания Себя В зеркале В неглиже С последующим Свободным Падением С большой Высоты В положении Вверх Ногами Над Необозримыми Просторами Родины В состоянии Сильного Алкогольного Опьянения На халяву С большой Суммой Денег В одной Руке И монтировкой В другой С протяжным Матерным Криком Восторга И свободным Выходом Кишечных Газов В мучительно Сладостном Предвкушении Последнего Свидания С любимой Родной Землей В образе Жирного Чернозема С минной Напряженной Приветливой Благожелательности На лице Надежда Избавления Уже От этой Зубной Боли Обретение Долгожданной Свободы И упоительного Осознания Нарастания Всеобщей Жгучей Зависти Собравшейся Внизу Толпы По мере Приближения К ним Глупого Но доброго Человека С необработанными Подмышками Присутствие Телекамеры В прямом Эфире Есть только одно примечание Я хотел сказать, что в последнем пункте использования собственной пластиковой имитации для извлечения удовольствия исключается. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Еще много пунктов? Нет, не надо. Спасибо. Здесь много пунктов. Андрей Квышев. Спасибо. Спасибо, Андрей. У меня еще много пунктов. У меня еще продолжим, а? У меня еще 200-300 пунктов. Возгласы, возгласы. Ну, у меня еще... Браво, браво! У меня еще нет пунктов. Нет, спасибо. Все, спасибо. Спасибо, хватит. У меня еще много пунктов-то. Браво, браво, браво! Да здравствует организм! Ребят, все вы говорите. Да здравствует организм! Спасибо. Спасибо.